Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на любовь. Есть ли счастливое будущее с загаданным человеком? Мы проанализируем ваши отношения. У нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, наше Таро берем. И сейчас я буду выкладывать наши 4 позиции с вами. И напоминаю, что первая карта всегда это какое-то текущее состояние, иногда состояние прошлого. Вот на сегодня это текущее состояние ваших отношений с загаданным человеком. То есть первая карта. Именно что сегодня, какой тип даже можно сказать этих отношений. Или сама по себе ситуация отношений. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на наш канал Школа Таро Альвиен. Переходите на главную страницу канала. Там есть список самых популярных видео. Есть видео на любой вкус. Поэтому обязательно смотрите. И они все для вас. Они ответят на все ваши вопросы. Также переходите в плейлисты. Там есть плейлисты на любые темы. Это любовь, работа финансов, суды, недвижимость, сны, негатив, предсказания будущего, советы высших сил и многое другое. Итак, первая позиция. Такая вот брошечка. Вторая позиция. Третья позиция. И четвертая позиция. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу. Выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак, есть ли с ним счастливое будущее? Будем анализировать отношения. Будем анализировать. Вы должны здесь, естественно, человека загадать. Потому что многие почему-то этого не понимают. Пишут, ну вот я сейчас как бы в одиночестве. Или там нет никакого кандидата. Но я все равно посмотрю. Ну то есть это немножко не та история. Все равно человек какой-то здесь имеется в виду. Итак, первая брошечка. И первая карта. Текущее состояние ваших отношений с загадным человеком. Так. Мы здесь видим замечательную карту. Десятку пентаклей. И я считаю, что текущее состояние отношений, либо каждый в своей какой-то зоне комфорта, привязан к своему роду, к своему дому, к своим обязанностям, либо это ваши счастливые, в принципе, это уже взаимоотношения с загадным человеком, либо большие перспективы уже на сегодняшний день. Вы знаете, десятка пентаклей, карта-то замечательная. Она говорит о том, что вы на сегодняшний день как будто бы с человеком сильно связаны. И силы рода с обеих сторон поддерживают вас. Мне кажется, что вы могли здесь загадать человека, который вам действительно очень подходит. И на сегодняшний день все равно, даже если вы по разные стороны находитесь, в разных, не знаю, домах, семьях, своих жизнях и так далее, взаимные чувства все равно здесь есть. Даже если вы вообще в своих каких-то именно мирах определенных, отдельных живете. Да, эта карта может это означать, что у каждого из вас свой дом, свои обязанности, свои работы, там, не знаю, свои дети, муж, я даже жены и так далее. Но вот такое ощущение, что встретились-то вы все равно не зря, да, и высшие силы вас для чего-то друг с другом столкнули. И это какая-то высокая миссия. То есть, понимаете, она такая карта, она всегда выражает вот во всех колодах, по сути, дерево сифирот. Но это в классических колодах, да, это тоже колода, основанная на классике, по сути. Однако здесь наши пентакли немножко по-другому расположили. Уже не по уэйтовской традиции. Но здесь мы видим, смотрите, семьи. Вот много-много семей и дом, да, дом. То есть, уже вот я как бы вижу в этой карте изначально сегодня между вами общую перспективу. Хорошо, давайте теперь проанализируем наш расклад, конечно же, это важно. Самое-то важное, это расклад, да. Какие мысли этого человека о вас? Мысли. Опять. Ну, смотрите как. Семейная карта, десятка кубков. Карта замечательная. Вот что перспектива на сегодняшний день есть, что мысли-то у человека, да, самые радужные, самые такие вот мечтательные, да, о том, что между вами как будто бы должна быть семья, дети, любовь, там, да, все самое лучшее, светлое в жизни, общий дом может быть. То есть, человек вот думает о создании с вами серьезных отношений или их поддержании. Карта вот эта вот такая же, как эта, да, в каком-то смысле, только еще более такая чувственная. Почему? Потому что этих персонажей на карте объединяет радуга, да, пусть это, конечно, черно-золотое таро, но все равно это дуга, да, выставлена с кубками. Все равно это радуга, и здесь карты, они заявляют вам о том, что у человека радужные мысли, что дождь, гроза, молнии позади, и сейчас наступает какой-то светлый период, и он этого очень жаждет, хочет, понимаете. Этот человек как будто бы испытывает к вам самые теплые, вот такие именно семейные, серьезные чувства. Но давайте же посмотрим его чувства отдельной картой. Может быть, там что-то новое для нас с вами, да, появится. Какие же у него чувства тогда? Так, рыцарь Пентаклей. Ну вот, видите, все-таки, да, этот человек старается быть рациональным. Да, у него есть к вам чувства, он не умеет, возможно, быть столь романтичным, сколько хотелось бы вам. Но этот человек намечается как на семью, понимаете, а не на то, чтобы там, извините, эротика, романтика и все такое прочее. Конечно, по рыцарь Пентакли часто бывают именно крепкие чувства друг к другу, именно крепкие чувства, понимаете. И именно люди строят отношения. Вот он, смотрите, вот у него как в чувствах, видите, он медленно поднимается в гору. И мы понимаем с вами, что ему хочется, не торопясь, но при этом основательно построить эти отношения и общее будущее друг с другом. То есть именно не нужно как будто бы вот совсем-то спешить, да, там, рубить с плеча, а постараться сделать так, чтобы вам было хорошо, комфортно и ему тоже. То есть человек-то такой вот взвешенный весь, плюс он такой стабильный, как будто бы. Вот понимаете, десятки-десятки. Десятки – это стабильность. Десятки показывают всегда человека, который очень-очень старается в жизни быть основательным, обязательным, обеспеченным. И, ну, такому человеку не хочется гулять, не хочется скакать там по другим партнерам, партнершам. Ему хочется домашнего тепла, уюта, семьи. И рыцарь Пентакли, он в эту категорию входит. На него можно положиться. У него чувства к вам, конечно, я бы сказала, как приземленные, серьезные. Нет вот этой вот прям, знаете, такой взрыва романтики или там сильного влечения сексуального такого вот, что вот как в 16 лет. Но это более возможно даже и человек-то возрастной. То есть он уже, у него даже акцент уже не на то. Хорошо, давайте посмотрим намерение по отношению к вам. Так, мы здесь видим на восьмерку мечей. Вот он, знаете-ка, он как, вот правда, как рыцарь, да? Он хотел бы вас освободить. Здесь есть свободный котик, а есть котик в заточении. И такое чувство, что вот он в сторону вас выступает именно как будто бы вот он вот этот свободный котик, который хочет вот этого вот спасти, понимаете, от страшного врага. И есть момент, вот что он как-то так заботится, что ли, о вас, этот человек. Он как бы хочет сделать для вас лучше. В его намерениях именно желание вот вас спасти. Я даже не знаю, как по-другому сказать. Не просто позаботиться, а именно сделать вашу жизнь кардинально лучше. Избавить от проблем. Ему кажется, что вас кто-то держит. Ему кажется, что на вас кто-то вот покушается. Или кто-то пользуется вами. Или кто-то помыкает вами. И он готов разобраться. Он готов, может быть, сделать всё для того, чтобы быть ближе. Сейчас как будто бы вы имеете проблемы в отношениях из-за того, что что-то вас гнетёт, вас именно внутренне. А человек очень хотел бы это всё взять и как-то устранить, чтобы вы стали свободнее. Он хотел бы вас раскрепостить. Хорошо, давайте посмотрим истинная цель этого человека. Истинная цель в этих отношениях. Так, мы здесь видим шестёрку жезлов. Быть победителем. Занять первое место. Встать во главе этих отношений. Командовать. Быть у руля. И чтобы его ставили на некий пьедестал. Этот человек хотел бы, чтобы его самооценка не страдала от этих отношений, а поднималась. Это первое. И второе. Этот человек заинтересован действительно в отношениях по-серьёзному. И его истинная цель победить все трудности, которые стоят между вами как парой. И пойти вперёд уже вместе. И вести вас за собой. Но этот человек хочет первенства за собой. То есть он хочет, чтобы он у вас был один или одна. Этот человек хочет, чтобы вышли за ним, несмотря ни на что. Хочет преодолеть препятствия, преграды. Победить всех соперников, соперниц, врагов отношений. То есть вот такие вот наполеоновские прям планы, я бы сказала. Надеюсь, что они осуществятся. Да, не как у императора Наполеона. Так, давайте посмотрим всё хорошее, что смогут вам дать эти отношения. Вот почему? Потому что мы же спрашиваем, ждёт ли вас счастливое будущее. Что хорошего дадут эти отношения? Именно что хорошего? Ага. Мы здесь видим жрицу. Жрица — это высокая духовная связь, любовь. Такая, знаете, платоническая. Вот самое-самое большое в чём счастье этих отношений в том, что вы можете быть счастливы и любить друг друга, несмотря на дуальность этого мира. Да, в этом мире существует чёрное, белое, добро и зло. Жрица. Жрица — это двойка. Это быть вместе и высокодуховная именно такая любовь-связь. Нет акцента на сексуальность здесь вообще почему-то. Может быть, для вас эта сторона важна, а для этого человека — нет. Для этого человека он даст вам именно любовь, духовную любовь. И здесь вот всё то хорошее, да, вот счастье именно от того, что есть вот эта близость. Именно платоническая привязанность, именно платоническая близость, взаимопонимание друг с другом. Вы можете молчать вдвоём. Вот есть такие люди, такие пары, которым даже не обязательно вот болтать целыми днями друг с другом. Вы можете даже молчать вдвоём. И в этом суть, понимаете. И стирается вот эта граница между чёрным и белым, добром и злом, потому что ты начинаешь понимать, что даже если даются какие-то испытания, они все во благо идут отношений, а не во зло, да. То есть даже плохой опыт, он идёт во благо. Ну а что за негатив принесут эти отношения? В нёте не бывают идеальных отношений, да. Они могут быть счастливыми, но идеальных не бывает. Поэтому негатив тоже смотрим, какой дадут эти отношения. Так, мы здесь видим карту умеренность. Ну вот действительно, вот особо прям зла отношения не несут, да. Разочарований они не несут, они несут промедление. То есть человек основательный человек вот просто так, допустим, если у него нет должных денег, имущества или какой-то уверенности друг в друге, он не будет строить отношения, он будет всё проверять. И время развития отношений может затягиваться. И это негатив для вас. Почему? Потому что многие люди торопятся строить отношения. Они хотят быть в отношениях, они хотят скорее. И когда мы видим умеренность, мы понимаем, что время замедляется. Вот то негативное, что есть в этих отношениях, что время может замедлиться. Хорошо, давайте посмотрим совет для вас. И самый последний вот этот вопрос, да. Ждёт ли вас счастливое будущее? Так, совет для вас. Мы здесь видим четвёрку пентаклей. И ждёт ли вас счастливое будущее? Мы здесь видим десятку жезлов. Объясню. Четвёрка пентаклей – это карта с одной стороны жадины, с другой стороны собственника. И совет для вас держаться за эти отношения. Но вот когда спрашиваем, да, ждёт ли вас счастливое будущее с этим человеком десятка жезлов. Она, по сути, показывает, что отношения надо как-то тянуть. И может быть такое, что сначала нужно пройти некие испытания вот этой тягомочины, когда много-много сваливается проблем, и все эти проблемы надо как-то преодолеть и какое-то терпение выразить, да. А потом только будет счастье. У него счастье, у этого персонажа, будет только тогда, когда он донесёт свои жезлы, понимаете. Именно когда он их донесёт. Пока он их несёт, какое может быть счастье? Надо же доволочить, они тяжёлые. Поэтому самое-то главное, что тут может быть, да, это то, что сначала вы цепляетесь за отношения. Цепляетесь именно. Потом, значит, вы что делаете? Преодолеваете вот эти вот проблемы и дотерпливаете до этого, проявляете терпение до конца, да. Доносите эти 10 жезлов, а потом счастье. И да, с карты посоветовали держаться. Держаться за отношения, во что бы то ни стало, проявить собственнические чувства, что моё, всё моё, и я это всё обниму, и буду за это держаться. Ну, такая вот у нас позиция номер один. А мы идём дальше. Мы идём дальше к позиции номер два. Ну, карты хорошие, на самом деле, выпали вот реально для первой позиции. Вот правда, вот задумайтесь над этим, если честно. Хорошо, позиция номер два. Наш зелёненький. И первая карта. Состояние отношений на сегодняшний день. Четвёрка кубков здесь. Смотрите, вот он сидит как бы такой в медитации, в позе лотоса. Кстати, заметили, да, в этой колоде кубки распределили так равномерно. Но, однако, всё-таки древо жизни здесь, да, протягивает со своих ветвей, ну, так, знаете, олицетворение высшей силы. Котик у кубок. Котик сидит в медитации, созерцает, и кубок не берёт. Я вам так скажу. Может быть, кто-то из вас второму предлагает отношения, а он их не берёт, да? Может быть, такое, что не берёт, потому что хочет прийти в полное равновесие и найти в себе сначала источник счастья. Это первое. Второе. Здесь может быть пауза в отношениях, игнорят в отношениях. Люди не разговаривают друг с другом. Люди не хотят воспринимать речи второго. Вот один не хочет воспринимать речи второго. Вот так, наверное, да? Не то, что речи друг друга воспринимать не хотят. А тут, скорее, есть сторона просящая или предлагающая, да? А есть сторона игнорирующая. Поэтому я могу сказать, что... Может быть, один не воспринимает именно, что второй-то ему толкует. Почему не воспринимает? Объясню. Такой вот котик, который сидит здесь в медитации, он прошёл трудный путь. На самом деле идёт ситуация, когда в жизни всё получил. Всё получил. И всё наскучило как-то. Наскучило. Не знает своей принадлежности. Потерялся. Но потерялся никак. Семёрка кубков не могу определиться, да? А именно не знаю, куда мне дальше и кто я. Мне всё надоело. Вот надоело абсолютно вообще всё. И тот-то, который... Вот он дерево, высшая сила, да? Вот он олицетворяет желание, да? Что я хочу быть в этих отношениях. Я хочу быть с тобой. Я тебе это предлагаю. А тот, он ему всё наскучило. И он пока не то, что не люблю, люблю, не принимает, потому что хочет просто как-то прийти в себя. Что-то, может быть, случилось. Может, поссорились там, я не знаю, что угодно. Что-то надоело. Ну, хорошо. Давайте теперь посмотрим анализ дальше, да, отношений-то. Мысли этого человека. Мысли. То есть мы мысли обязательно должны посмотреть и чувства, потому что мы должны разобраться. Это навсегда вот эта пауза какая-то, затишье, да? Или это на время вообще. То есть будет ли это счастливо, это будущее между вами, да? Это же зависит от мыслей и чувств. Что там человек думает, что он чувствует. Так, мысли. Так, ну, мысли здесь у нас карта влюблённые. Влюблённые показывают, что, мол, мы друг друга любим, да? Ну, во-первых, мы друг для друга созданы. У нас есть взаимные чувства. Получается, тот, кто игнорирует, знает, что вы друг друга любите, и можно так делать. Можно, потому что я тебя не потеряю. Как бы я ни выделывался, не хотел там посидеть там, поигнорировать всех. Но я тебя не потеряю. И что тогда мне рвать себя, да, там что-то ради тебя делать, если ты никуда не денешься, всё равно. Мы с тобой связаны раз и навсегда, как Кадам и Ева, которые Бог в рай, да, создал там в раю и потом спустил на землю. Вот мы с тобой как две половинки одного целого. И как бы я не скучал тут в этих отношениях, как бы я не, там, ну, не игнорировал тебя. Ты там передо мной распинаешься, не распинаешься. Ну, куда ж ты денешься, как бы я себя не вёл, понимаете? И да, вроде как человек понимает, что это взаимные чувства, но ведёт себя эгоистично. Четвёрка кубков всегда эгоист, потому что не думает об окружающих, думает только о себе. Хорошо. Чувства. Есть ли у такого человека настоящее чувство? Так, мы здесь видим карту дьявол. Человек, скорее, да, он испытывает чувства, потому что, ну, всё-таки, мы здесь всегда видим пару, так же, как на карте влюблённые. Только на карте влюблённые Бог, видите? Ну, здесь это летучая мышь, конечно. Ну, и всё-таки олицетворение светлой высшей силы в белых облаках, да? А на карте дьявол всё-таки тёмная сила. У человека есть некая тьма в душе, у человека есть желание манипулировать, у человека есть желание порабощать, дёргать за ниточки ваших чувств. И очень сильная к вам сексуальная привязанность и чувство собственничества. Человек в мыслях это прикрывает божественной связью и считает, что между вами особая связь, взаимная любовь. Ему можно сделать, что хочешь, но ты никуда не денешься. А вот сделать, что хочешь, ты никуда не денешься. Это вот оно, дьявол в чувствах, понимаете? Здесь явно есть момент эгоизма и пользования. Но этого человек, к сожалению, не до конца соображает всё. Он может обладать просто от природы тёмной силой. Это такие знаки зодиака, как козерог, скорпион. Понимаете? Вообще дьявол — это символ козерога на самом деле. Но скорпионы, они тоже очень привязаны к тёмной силе и манипулируют по-чёрному. Поэтому я вам так скажу, что это какая-то патологическая привязанность и любовь, какая-то сильная взаимосвязь. Что по карте влюблённые, что по карте дьявол? Люди так просто никогда не могут расстаться друг с другом. Они действительно привязаны друг к другу. Вот прям как нити их привязывают друг к другу. Как будто бы они жгутами какими-то слеплены друг с другом, вот прям в узел завязаны, понимаете? И так просто друг от друга вы не денетесь. Нравится, не нравится. Счастье у вас, несчастье, понимаете? Да, вы спросили, ждёт ли вас счастливое будущее. Это в конце будет вопрос с отдельной картой. Но я вам так скажу, даже если нет, вы особо от этого человека вряд ли куда-то денетесь. Есть какая-то некая зависимость от этого человека. Не обязательно даже психоэмоциональная. Может быть, вообще материальная или ещё какая-то. И этот человек это знает и понимает подсознательно. А в сознании именно вот мы созданы друг для друга. Вот никуда-то я тебя не отпущу. И даже если игнорирует, даже если ведёт себя по-свински, вот никуда я тебя не отпущу. Вот всё равно как бумеранг этот человек будет возвращаться и держать вас около себя. Хорошо. Давайте посмотрим теперь намерения этого человека. Так, намерения рыцарь жезлов. Проявить активность на самом деле. Приехать, написать, позвонить, пообщаться, быть рядом, быть вместе. Совершить совместную поездку, путешествие. Проявлять инициативу. Вести сексуальные отношения. Проявить страсть. Проявить интерес. Может быть, человек понял, что игнорирование не совсем вам приятно. И уже пора, чтобы связь точно была, проявить некую активность. Я считаю, что рыцарь жезлов – это такой персонаж, всё-таки не намекающий, конечно, на серьёзные отношения, но проявляющий инициативу. Однако ответственность – это чужда такому персонажу, понимаете? То есть рыцарь жезлов, он для страсти, общения, времяпрепровождения вместе, для того, чтобы строить любовь, но не для того, чтобы быть в серьёзных отношениях, проявлять ответственность, проявлять заботу. То есть это такой вот вольный персонаж. Хорошо, давайте посмотрим истинную цель загаданного человека в этих отношениях. Истинная цель какая? Мы здесь видим семёрку кубков. Он не знает свою истинную цель. Он задаётся этим вопросом, а какая у меня цель? Вот видите знак вопроса? А какая у меня цель? Что мне выбрать? Как мне лучше поступать? А почему? Потому что, с одной стороны, этот человек любит вас, ну или сильно страстно привязан к вам, а с другой стороны, он любит свои какие-то увлечения, свою свободу. Сейчас ему в жизни всё наскучило, и всё, что он до этого делал, всё, как он строил отношения, ему всё надоело, но его свобода ему всё равно дорога. То есть если он ещё и при этом окажется в клетке отношений, не думаю, что вот это всё надоело, не увеличится ещё в разы, и он не станет каким-нибудь демоном. Поэтому здесь вам нужно это учитывать, что человек в задаченности находится, и сам пока не знает цели в этих отношениях. Всё хорошее, счастливое, что могут дать вам эти отношения. Вы же спрашиваете, да, вот будущее счастливое ждёт вас или нет. Всё хорошее, счастливое, что могут дать эти отношения. Давайте посмотрим. Семёрка жезлов. Ну, семёрка жезлов – это карта, показывающая, что эти отношения можно защитить, стать победителями, и быть вместе на основе того, что все преграды, все враги побеждены, да. Но тогда нужна борьба. Вообще чувство, да, победы, ну, как победы вот этой, чувство триумфа – вот всё хорошее, что могут дать эти отношения. Я победитель, я смог быть в этих отношениях, я смог всё преодолеть, я смог удержаться в этих отношениях, или смогла бы. То есть вот это вот чувство триумфа, превосходства, оно может быть. Хорошо, давайте посмотрим негатив, который могут дать эти отношения. Что плохого они могут дать. Мы здесь видим королеву кубков. Вы знаете, карта может показывать вмешательство какой-то женщины в ваши отношения. И это тот негатив, который несут эти отношения, то есть вмешательство третьего лица. Если это лицо вмешается, конечно, неприятно. Конечно, неприятно. Это может быть мать-сестра, там, не начальница, а может быть любовница, понимаете. Или вообще какая-нибудь жена, бывшая жена. Кто-то вмешиваться в будущее может. И поэтому задумайтесь сделать так, чтобы никто не покушался на вашего партнёра. Более того, смотрите, победа, да. То есть триумф от чего? От того, что вы побеждаете, как раз таки, вот эту вот даму. И значит, что ещё раз подтверждается, что семёрка жезлов здесь не зря. Счастье, которое несут эти отношения, напрямую связаны с несчастьями. То есть вмешается человек, а потом вы его побеждаете. Совет, который Таро дает вам по поводу этих отношений и ждёт ли вас совместное счастливое будущее с этим человеком. Хорошо. Мы здесь видим совет. Это карта звезда. Мечтай, надейся. Карта говорит, если у вас положительное мышление, вы добьётесь всего. Более того, стремитесь в этих отношениях к тому, чтобы быть звездой. То есть быть тем, кому поклоняются выше всяких похвал, да, человек. То есть стремитесь к красоте, к утончённости, к эстетике, к тому, чтобы быть лучше других людей и чтобы этот человек понял, что это вы самый наилучший вариант в этом мире для него, потому что он это знает уже, да. Он это знает, но не нарушайте в нём веру в это. Карта говорит о том, что вы и сами должны положительно мыслить про эти отношения, и тогда отношения действительно будут. Будут, правда, счастливыми, потому что тройка кубков выпала. Ждёт ли вас счастливое будущее? Ждёт счастливое будущее. Однако это тройка. Правда, кто-то вмешается, но вы всё преодолеете. Я не говорю, что этот человек будет вам изменять. Это совершенно не обязательно. Просто может кто-то покушаться, да, проявлять там инициативу, подкатывать. Такое бывает. Ну, такая вот у нас позиция. Зато всё равно карты показали счастливое будущее. Прям свадьба падает, да. Тройка кубков свадьбы. Вполне у вас будет. Ну, вот. Главное – это верить. Верить в свою счастливую звезду. Тем более, что такие интересные карты, загадочные, выпали даже на мысли и чувства этого человека. Влюблённый идеал. Это очень интересно. Мистика, да. Мистика этих отношений. Ну, такая вот у нас позиция номер два. А мы идём к позиции номер три. Третья позиция – наш жук. Божья коровка с янтарём. И первая карта – суть ваших отношений на сегодняшний день. Так, мы здесь видим двойку пентаклей в отношениях качели. Совершенно точно. Идёт жонглирование, да. Туда-сюда, туда-сюда. Человек как будто бы, ну, не знаю, играет с этими отношениями. И что это за игра непонятная? То есть сначала он хочет быть в отношениях, потом не хочет быть в отношениях, потом снова хочет. Туда-сюда, понимаете? И двойка пентаклей, она всегда показывает, что на самом деле этот человек как будто бы и не знает, будут серьёзные отношения или нет. Ему сейчас главное – это продемонстрировать себя, продемонстрировать свои какие-то качества, чтобы обольстить, чтобы вы любили, чтобы вы были склонны к тому, чтобы испытывать чувства к этому человеку, привязанность, да. Карта показывает, что человек долго тренировался на других людях обольщать. И было очень много связей, скорее всего. Или мечтает о том, чтобы в будущем было у него много связей. То есть, ну, как я бы не сказала, что этот человек нагулялся, например, судя по двойке пентаклей. Вы знаете, очень часто просто ситуация нестабильная в отношениях. То я хочу быть с тобой, то я хочу к друзьям. Это значит, что человек не определился быть серьёзным и быть действительно, там, не знаю, в браке, в семье жить нормально и так далее. Вот задумайтесь над этим. Сейчас это так. Сейчас человек не очень стабилен. Давайте посмотрим его мысли по поводу этих отношений. Тем более, что наша тема, да, ждёт ли вас вообще счастливое с ним будущее. Давайте посмотрим его мысли. Мысли. Ну, мысли Королева Мечей. Карта странная. Почему? Потому что, может быть, он по двойке пентаклей в выборе находится между вами и кем-то ещё. Часто показывает соперниц эта карта. Но также она может говорить о том, чтобы проявить холодок, отомститься что-то. Может быть, игнорировать, молчать. То есть мысли вот такие, да, что или у вас какой-то ядрёный характер, и вас надо ставить на место, да, либо проявить к вам морозец такой, да, холодок, чтобы вас проучить за что-то, что было до этого. Либо человек сконцентрирован на другом партнёре или партнёрша, чаще всего партнёрша, и пообщаться и там, и тут, и сделать какой-то выбор, да, мысли. Но там как идёт с той стороны, к нему инициатива, видно же. И принять ли эту инициативу или нет? Вот в чём вопрос, вот тоже у него такая задача состоит, понимаете? Хорошо, давайте посмотрим его чувства по отношению к вам. Мы здесь видим девятку кубков. Джин, да, вы лишь из бутылки исполняет желание. Человек к вам сильно испытывает такое сладострастие, да, сексуально привязан. Но любовь ли это? Вот в чём вопрос, потому что вы как будто исполняете желание, понимаете? То есть джин из бутылки исполняете желание. Но эти желания на самом деле удовлетворяют человека на 100%. То есть в сексуальном смысле вы ему подходите, это правда, вот прямо на 100% подходите. Естественно, когда человек так сильно подходит в сексуальном смысле, там наводит на мысли о том, что ну ничего себе, да, ну ничего себе. Какая у нас приятная совместимость. С таким человеком хочется строить отношения, жить. Однако кто-то мешает, и мы не знаем, как же дальше поступать. Что же нам делать, да? Кого выбрать, с кем выгода, как здесь выгода, да? Материальная сторона, либо сильная совместимость в сексуальном смысле. Я бы не могла сказать, что этот человек вас прям любит, но это может быть влюбленность, эйфория по девятке кубков. И естественно сильное влечение, с которым не поспоришь. Очень даже не поспоришь. На основе этого влечения можно построить любовь, хорошее отношение. Вот это правда, это правда. То есть можно построить крепкие отношения, не будь кого-то, кто мешает на самом деле. Вообще, когда люди совместимы друг с другом в этом смысле, у них наиболее хорошие пары и получаются. Но нужно еще иметь что-то общее в духовном плане, да? Общее увлечение, хобби. Вот, кстати, вам на заметку. Хотите быть ближе, имейте общие хобби, да? Какие-то общие темы для разговоров. Человек поймет, что не только в этом смысле вы близки, а еще и тут, и тут, и тут, и тут. В плане обустройства жизни, да? Ну и тогда, конечно, начнет рассматривать уже более тесные взаимоотношения. Так, его намерения по отношению к вам давайте смотреть. Ну вот пока что, пока что идет именно пятерка кубков. Здесь мы видим уплывающую какую-то лодочку, что ли, да? И это карта печали. Вообще, вы знаете, намерение по этой карте не сильно активность проявлять, да? Наоборот. Куда-то съездить, уехать, проверить отношения, временем и расстоянием. Побыть в отдалении, а не проявить инициативу, например, и активность. То есть человек куда-то собрался, скорее всего. И знает, что будь он на расстоянии от вас, эти чувства все проверятся, да? Цель, истинная цель его в этих отношениях. Глобальная уже такая более, да? А вот видите, истинная цель – это двойка жезлов. Выбрать. Выбрать, с кем ему быть. Вот его истинная цель. Оставить прошлое и пойти в будущее. Или остаться со своим прошлым и там строить отношения. Кто-то вам мешает. Но, но это не значит, что вы того, кто мешает, не победите. Понимаете? То есть у вас большие шансы, я бы сказала так. А вот хотите ли вы быть в этом выборе, да? Между вами и кем-то еще? Вот в чем вопрос. Я бы не хотела, чтобы меня и кого-то еще выбирали. Я бы сказала, выбери того человека и иди. Как бы мне не был дорог человек, я бы не стала конкурировать. Я бы сказала, выбирай того человека. Почему? Потому что, ну вот я как-то так вот эгоист в этом плане. И многие люди эгоисты. Они не хотят, чтобы выбирали между ними и кем-то. Они хотят быть единственными и неповторимыми у своих партнеров. Другие же люди думают, ну вот много же плюсов в отношениях, да? Я победю или побежду, и мы будем вместе. И он забудет о тех отношениях и будет со мной, как бы. И нормально принимают это. Ну, давайте посмотрим все хорошее, что могут дать вам эти отношения. Да, какое они могут дать счастье. Башня. Ну вот эти отношения могут вашу жизнь перевернуть прям с ног на голову. То есть полностью изменить вашу жизнь. Башня – это кризисная карта. Она показывает, что ваша жизнь разделится на до и после. До этих отношений и после этих отношений. И изменится в корне кардинально, да, понимаете, о чем я? Весь стиль жизни, быт, место жительства, возможно. Профессия даже может измениться в связи с этими отношениями. И вот это счастье в том плане, что нам иногда надо все менять. Вот реально надо. Интересно же жить по-другому. Не всю жизнь одинаково, а по-другому, да? Поменять обстановку, поменять круг общения, поменять все. И вот у вас как-то так, видимо, в связи с этими отношениями может быть. Теперь посмотрим, какой негатив несут эти отношения. Ту спинтаклий. Негатив. Сильного негатива они не несут, эти отношения. Но деньги. Что-то завязано на деньги. Главное, чтобы ни у кого из вас не было корыстных намерений в отношениях. Вот с негативной точки зрения ту спинтаклий рассматривается именно так. В плане любви, отношений и негатива, да? То, что у одного из вас может быть денежный запрос в этих отношениях. Корысть. И не дай бог такое. Это будет негатив, конечно. Если, допустим, человек хочет с вами быть и один из параметров деньги. Или вы, да? Вы держитесь за него ради денег. То есть это ненормально. Хорошо. Давайте посмотрим совет. И ждет ли вас счастливое будущее с этим человеком, да? Совет. И ждет ли вас счастливое будущее с этим человеком? Что я здесь вижу, да? Совет у нас. Совет – это тройка пентаклей. Стройте эти отношения. То есть их нужно постепенно выстраивать. Нужно восхищаться человеком. То, какой он, его мастерством, там, не знаю, его стилем жизни, его внешностью, чем угодно. Он любит похвалу. Он любит, чтобы его хвалили именно. Чтобы подчеркивали его какие-то качества сексуальные, там, качества характера, качества внешности, любые. Ему это нравится. Если вы хотите быть с ним, хвалите. И выстраивайте кирпичик за кирпичиком эти отношения. Ждет ли вас счастливое будущее шестерка мечей только если вы совместно переедете? Счастье может быть, как уход от всех проблем, совместные переезды, путешествия. Ну, скорее, переезд и путешествия могут быть там уже дальше, да? Но если вы остаетесь на том месте, где живете, ни о каком счастье речи не идет. Здесь идет именно вот счастливое будущее в том, что если вы вместе уезжаете. Если никто никуда не уезжает, вам, может быть, лучше поменять вообще эти отношения на другие. Карты здесь это четко указали, тем более, что есть какое-то вмешательство. И если вы уезжаете, это вмешательство само по себе отпадет, потому что будет сильно большое расстояние между человеком, который вмешивается, и вами с вашим партнером. Ну, такая позиция номер три. А мы идем дальше. Позиции номер четыре, да? Номер четыре. Отношения. Ждет ли вас счастливое совместное будущее с человеком, которого здесь загадали. Здесь у нас розовый цветочек, четвертая позиция. И первая карта, что сейчас в отношениях вообще, в принципе, есть. Какая ситуация. Так, мы здесь видим шестерку кубков. Ну, ситуация, как будто бы вы возвращаете эти отношения, да, романтика, любовная, так, как сказать, конкретно-макетный период, да, любовный. Потом, значит, здесь идет возврат, то есть идет реабилитация, улучшение, да, идет становление ситуации, которая была счастлива изначально, какая бы то ни была, да, то есть моменты счастья восстанавливаются сейчас. И идет взгляд в прошлое, то есть что было раньше, я хочу вот эти счастливые моменты вернуть и работа над этим. Подарки, знаки внимания друг к другу, свидания могут быть. Если вы новые отношения какие-то загадали, то, конечно, карты здесь показывают просто романтику, свидания, встречи. То есть уже без взглядов в прошлое, а просто, да, что вы друг с другом прям вот сюси-муси пока устраиваете и очень довольны и счастливы. Карта замечательная на самом деле для отношений, потому что это кубки и кубки положительные, да. То есть не какая-то, допустим, отрицательная кубковая карта, а именно положительные эмоции друг к другу, взаимная любовь, взаимные чувства, там, взаимная симпатия. Хорошо, карта хорошая первая на сегодняшний день, да, и перспективы есть. Давайте посмотрим мысли этого человека по отношению к вам и по поводу отношений. Так, мы здесь видим луну. Человек как будто бы видит мистику в этих отношениях, что-то мистическое. Он задумался над тем, не связывает ли вас еще и какая-то магия друг с другом. Также его смущают некоторые моменты. Например, вы, допустим, снитесь ему во сне в странных снах. Или у него к вам очень сильная привязанность, но он не знает почему, его что-то смущает. Он подозревает, может быть, вас в том, что вы делаете привороты, сексуальные привязки или еще что-то. Слишком много думаю о тебе. Слишком сильно привязан к тебе. Я слишком испытываю много чувств и не понимаю почему. А задача начинает переживать, побаиваться такой связи. Очень много думает ночью о вас, под луной. Интересная карта такая, она всегда такая мистическая. И каждый раз она разная. То есть, когда я беру карту, я интуитивно ее всегда трактую. У нее, если честно, сотни и может быть тысячи трактовок. И ты применяешь каждый раз интуитивно ту, которая пошла тебе в голову. И вот я здесь чувствую, что этот человек очень много ночью именно по ночам о вас думает. А может быть, вы встречаетесь в темное время суток. Может быть, он хочет устроить ночное или вечернее свидание. Вы знаете, когда я жила у моря, когда есть теплый летний вечер, у моря очень много народа, потому что нет ничего лучше, когда темно, тепло. И есть очень много воды, есть вот эта лунная дорожка. Но это самое лучшее чувство. И вот может быть, этот человек летом хочет именно вот такого вечернего времяпрепровождения. Многие люди этим увлечены, провести время у моря ночью, вечером в темноте, посидеть, посмотреть, там, не знаю, уличный кинотеатр, в ресторане посидеть на берегу. Ну, давайте посмотрим дальше. Истинное намерение, так, нет, чувство, чувство, да? Какие чувства у этого человека по отношению к вам? Ага, семерка мечей. Этот человек что-то скрывает от вас. Вы знаете, он скрытный, он боится вам раскрыть все свои карты перед вами, все свои чувства, все свои какие-то переживания, потому что не доверяет вам. Он интересуется вами из-под тяжка, он следит за вами, он смотрит ваши социальные сети, возможно, или наводит справки. Но он не до конца понял, а почему вы к нему проявляете интерес или чувство. Что-то здесь, мол, не так. Может быть, он считает вас лучше, чем он сам, лучше себя. И начинает подозревать. Подозревать, что что-то здесь не так. Вот слишком все может быть хорошо, вот не доверяю самому моменту. Слишком все хорошо. А не обманываешь ли ты меня? Это ревнивый человек. Это очень ревнивый человек, но с комплексами. То есть человек и ревности, и комплексы испытывает. Есть люди, которые агрессивно ревнивы, а есть люди, которые ревнивы, да еще и с комплексами. И не дай бог по такому человеку проехаться, по его комплексам, он может вот прямо развернуться, уйти раз и навсегда. Он не будет кого-нибудь бить там или еще что-то. Он просто не сможет жить в этой ревности. Вот будьте осторожны. Так, намерение человека по отношению к вам. Намерение. Ну, король мечей. Король мечей – это карта гордая, да? Быть, ну, все-таки пока непроницаемым каким-то. Не показать свои чувства ни за что. А показать пока, что вот у меня есть какое-то жизненное положение. Вот я так живу. И, мол, совместных планов пока не настолько много, как ты думаешь. То есть проявить какой-то даже холодок, отчужденность, стойкость в плане, что если вы начнете на что-то уговаривать, нужно стоять на своем. Поэтому не намекайте на серьезность. Романтика, подарки, проведение времени вместе, свидание. Там постель – это одно, да? Там переписки, звонки – это одно. Другое дело, когда женщина, особенно женщина, начинает намекать, чтобы давай вместе жить или давай жениться. Вот это пугает мужчину окончательно. И тут мы видим все-таки, да, мечи. Может быть, у человека стихия воздуха сейчас сильна, а это свобода. И не дай бог нарушить-то его свободу. Он намерен с вами проводить время. Это да. Но пока что перейти, вот, взять именно к серьезной стадии. Он еще может проявлять довольно-таки холодность в этом плане. Задумайтесь над этим. Давайте посмотрим истинную цель этого человека по отношению к вам. Вот через цель-то истинную мы все и поймем. Вот видите, восьмерка кубков. Я ищу свое счастье. Ты ли это? Ты ли мое счастье? Он еще пока не имеет большой-то цели в этих отношениях. И не знает вообще, будет ли она и какая. Он не определился. Он ищет свое счастье. Он идет к солнцу. Дорога к солнцу выстроена. Он покинул что-то или кого-то. И идет куда-то. Но не знает, а вы вместе будете идти или нет. Понимаете? Да, здесь идет в отношениях, возможно, какое-то восстановление. Но он еще не знает, насколько вы дадите ему то счастье, которое он ждет. Он не уверен в вас. Он не имеет четкой цели, да, это 100%. Но он хотел бы быть счастливым. И вам нужно его убедить, если вы хотите быть с ним. Если вы хотите быть с этим человеком, просто нужно дать ему понять, что вы стабильны, что вы основательны, что вы честны, что у вас светлое намерение. Вот что важно здесь. Потому что он вас даже в колдовстве подозревает. Ну, представляете, насколько все плохо, насколько закомплексованный человек, да? Вот именно закомплексованного. Даже по-другому сказать не могу. Хорошо, давайте посмотрим то хорошее или то счастье, которое дадут вам эти отношения. Здесь выпала карта отшельник. Они дадут вам невероятное духовное развитие и опыт. Вот вся суть в том, что вы через эти отношения в жизни очень многое поймете. Вы будете развиваться, развиваться духовно, развиваться, возможно, даже эзотерически. Человек для вас учитель. Он явился в вашу жизнь как учитель. И он вас учит. Вы знаете, он вас учит каждую минуту. Вы просто не всегда это понимаете. Но пройдет время, вы глянетесь назад и поймете, человек многому научил. Может быть, он самый мудрый человек. Ну, король мечей, понятно, да? А может быть, этот человек просто своим поведением, своими какими-то действиями учит вас, допустим, не повторять определенных ошибок, которые вы до этого повторяли в постоянном отношении. Ведь может такое быть, что этот человек призван в вашей жизни изменить вас, чтобы вы вышли из какого-то круга постоянно повторяющихся в отношениях ошибок и больше бы их никогда не допускали. Потому что слишком сильно можете набить шишек, особенно с этим человеком, в этих ошибках. Вот задумайтесь опять же, какой негатив несут эти отношения. Туз Жезлов. Смотрите, я объясню. Я объясню. Здесь не проявляйте к человеку инициативы. Самый сильный негатив от вашей инициативы. К сожалению. Многие женщины сейчас очень любят инициативу свою проявлять. И не могут даже держать себя в руках в этом плане. Но именно эти отношения этот человек учит вас не проявлять инициативы. Что же здесь, если гадает мужчина? Если вы гадаете на женщину, да? Туз Жезлов. Он показывает, что в отношениях поровну. Черного и белого. Добра и зла. Это во-первых, то есть сколько они принесут позитива, столько негатива. А во-вторых, вам нужно наоборот научиться проявлять инициативу. Ведь мужчины и женщины по-настоящему поменялись. Мужчины теперь безинициативные. Ждут, когда женщина ухаживать начнёт. Женщины активные, как мужчины. Вот эта карта, она и говорит, весь негатив будет от того или от другого. Если вы мужчина, от отсутствия вашей инициативы будет негатив. Если вы женщина, от вашей инициативы будет сильнейший негатив в отношениях. Вы набьёте шишек. Хорошо. Давайте посмотрим. Совет для вас. И будете ли вы в будущем счастливы? Ждёт ли вас счастливое будущее? Так, совет. Восьмёрка Пентакли. И ждёт ли вас счастливое будущее? Здесь у нас выпала пятёрка Пентакли. Что я тут хочу сказать, ребята? Я хочу сказать, что совет работать над отношениями, работать именно, да, то есть позволить этим отношениям развиваться своим чередом, во-первых, и во-вторых, всё-таки вкладывать в них. Если вы хотите быть с этим человеком счастливыми, я советы дала выше, да, ещё одни. Но и сама в себе плодотворная работа, стабильность, общение, серьёзность, да. И восьмёрка Пентакли, она всегда показывает именно честных людей, честных, которые делят всё пополам. Сколько вы вкладываете энергии, столько человек должен вкладывать энергии. Сколько вы вкладываете труда, столько человек. Ну, грубо говоря, если живёте вместе, бюджет пополам, да. И ждёт ли вас счастливое будущее, карты показали, что нет, к сожалению. То есть идёт ситуация некого разочарования в будущем друг в друге. И я понимаю, почему. Потому что выбрана неправильная тактика. Это всё можно менять. Вот что исцелит отношения и сделает их счастливыми, давайте посмотрим. Потому что выбрали неверную тактику. То есть какую надо выбрать? Ну, Паш Кубков, Паш Кубков, видите. Женщина, если вы женщина, вы должны быть нежной. Вы должны быть приятной, заботливой, хорошей, красивой, но не мужиком. Мужчина, он должен замечать, что женщина – это романтичное, приятное, светлое существо. Ей нужно что делать? Дарить подарки, говорить комплименты, оказывать знаки внимания. Если вы, как женщина, не дожидаетесь комплиментов, знаков внимания, не надо проявлять к этому человеку инициативу. Его нужно что сделать? Бросить. Бросить, и жизнь его научит. Хочешь быть с хорошей женщиной? Проявляй инициативу. Дари подарки, оказывай знаки внимания, говори комплименты. Не хочешь говорить комплименты, не хочешь дарить подарки, иди вон. Просто будьте категоричны. И Паш Кубков, он говорит, ну что сделает эти отношения счастливыми? Романтика. Конечно же, романтика. Романтика, знаки внимания, подарки, солнце, счастье и любовь. Но женщина здесь должна быть нежной, а мужчина замечать эту нежность. Замечать в ней женщину. Вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok